Всем привет, с вами Нимон. Сегодня я вам расскажу, как правильно делать карты для Майнкрафта. Поехали! Вы замечали, что карты в последнее время стали слишком однотипными? Одни и те же уровни, паркур, найди кнопку, найди рычаг в печке, в сундуке, выживание и сломание мобсидина в конце. Вы не думали, насколько это все однотипно и скучно? А я да. И сегодня я вам расскажу секрет хорошей, качественной карты. Если вдруг вы не знаете, как делать карту, то я сделаю про это отдельный видеоролик. Расскажу, как правильно ее оформить и выложить. Возможно, я его уже сделала, так что проверьте описание этого ролика. Значит, если карты однотипные, то нужно делать оригинальные? Правильно, логично же. Сейчас я вам назову топ-3 вещей, которые лично меня раздражают в картах. Отсутствие убивалок игрока на паркуре, лестницы в начале, приходится постоянно бежать обратно, уровни по типу «найди кнопку в печке», здесь даже не нужно думать, просто кликаешь, очень нудно и скучно. Выживание. В принципе, идея неплохая, но настолько заезженная, что уже надоели подобные карты. Вот вы мне скажете, критикуешь? Предлагай. А я вам отвечу. Я рекомендую добавлять более разнообразные испытания. Например, придумывать интересные способы, как спрятать кнопку, а не совать ее в печку. Использовать механики Майнкрафта для испытаний. Это может очень помочь и разнообразить геймплей. Также могу посоветовать впихнуть в карту мини-игру, найти части чего-либо. Например, какие-нибудь блоки, предметы, и потом поставить их на специальные места, чтобы пройти уровень. Что насчет лабиринтов? Лабиринт – это круто. Если подойти к ним с серьезностью. Сделать нормальный потолок, чтобы нельзя было сочетелить. Сделать кучу развилок и ходов, чтобы он был сложный. Теперь перейдем к лобби. В принципе, стоило рассказать об этом вначале, но расскажу сейчас. Лобби должно быть оформлено красиво. Если вы делаете функции на табличках, то вы должны быть очень грамотным и уметь хорошо писать, потому что безграмотность раздражает. Рассмотрим ситуацию. На многих картах есть нажимные плиты, с помощью которых можно поставить игровые правила. Но я вам рекомендую заранее их выставить, потому что эти нажимные плиты частенько портят внешний вид лобби. Обязательные правила. Slash Game Rule Keep Inventory True, чтобы вещи не пропадали после смерти. Slash Game Rule Do Date Cycle False, чтобы время застыло. Вы можете после отписания данной команды изменить его на нужное с помощью команды Time Add или Set число. Можете почитать об этом на Википедии Майнкрафта. Slash Game Rule Do Mob Spawning False. Выключает естественный спавн мобов. После введения команды стоит написать команду Slash Kill, собачка Е, квадратная скобочка Type, равен, вопросительный знак Player, скобочка закрывается. Два раза. Что означает эта команда? Это означает, что будут убиты все сущности, кроме игрока. Эту команду нужно прописать два раза, предварительно включив мирную сложность. Почему два раза? Первый раз убивает сущности, а второй дроп с них. Хотя вы можете ввести до этой команды команду Slash Game Rule Do Mob Loot False, что выключит дроп с мобов после убийства их. Итак, я все рассказал, что знал. Следовать моим советам или нет, решать вам. Ну а с вами был Нимон. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok